Занятия в бассейне полезны всем без исключения, а людям с ограниченными возможностями здоровья особенно. Представителям старшего поколения Ленинского общества инвалидов предоставилась отличная возможность поплавать в бассейне. И не только. Для них также провели занятия по акваэробике. И пусть упражнения были несложными, многим пришлось приложить усилия. Алла Ивановна Вязникова в последний раз в бассейне была год назад. После сегодняшнего посещения решила, заниматься надо чаще. Прекрасная вода, прекрасные тренера следят за нами, за такими специалистами. Очень хорошо. А вообще, как давно были в бассейне? Вы знаете, в прошлом году. А вот сейчас решила, что буду каждую неделю ходить. После коллективного занятия всем предложили просто поплавать. Известно, что вода помогает расслабить мышцы, что очень полезно для людей с ограниченными возможностями здоровья. Многие почувствовали себя рыбами, а кто-то даже звездами местного ТВ. Когда включили гидромассаж, потянулись к нему за своей порцией удовольствия. Также все желающие смогли позаниматься в тренажерном зале. Виктор Александрович сказал, что пришел поправить здоровье и выбрал довольно приличный уровень нагрузки. Не очень легко, но нормально все. А сколько вам? Всего лишь 74. Валентина Леонидовна Березовская решила попробовать сразу несколько тренажеров. Считают, что возраст и выход на пенсию не повод, чтобы сидеть дома и стареть. Благодаря членству в обществе инвалидов пенсионерка постоянно чем-то занята. Наталья Алексеевна не даст скучать, вы не думаете. Она постоянно что-то нам находит. Какие-то такие нагрузочные работы. То, что куда-то все поправили здоровье. Вот сегодня пришли. Перед этим мы здесь были тоже. Экскурсии. Куда-то едем, куда-то что-то. Позвонят, скажут, едем туда-то. Вы знаете, вот просто дух поднимается, бодрость дух какой-то сразу. Ой, едем, ой, идем. В дни, когда проходит акция «Неделя доброты и щедрости», своя порция внимания досталась каждому. Организаторы уверены – добро делать просто. Для нас самое главное даже не результат, а факт вот этой «Недели доброты и щедрости». Мы видим, как люди отзываются, как люди открываются. У них глаза загораются, и они хотят делать добро, и нам от этого мы получаем удовлетворение. Ну, а акция продолжается. Если вы еще не успели принять в ней участие – спешите. Хотя делать добро можно каждый день и круглый год. Татьяна Брылова, Кирилл Иванов, Елена Кошелева. Видное ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok